всем привет дорогие друзья сегодня хочу поговорить о прищипке цветочков то есть все рассказать свой опыт как мы это делаем когда делаем то есть в этом видео постараюсь все разложить по полочкам ну давайте подойдем сразу по тикадону он у нас вот подтянутый и сейчас расскажу в каком случае мы прищипываем наши цветочки но спустимся вот к вытянутому то есть когда у нас желательно делать прищипку мы пока не выйдем нашу теплицу феврале мы никакую прищипку своих растений делаем мы лучше дадим монофосфат калия то есть с повышенным содержанием фосфора удобрения чтобы они не вытягивали чтоб работала у нас корневая система ну а вегетативная масса не тянулась когда он нарастет уже то есть если даже растение вытянулась мы никогда не прищипываем ее молодой то есть когда уже перепикируем стакан и дадим кальциевую селитру для наращивания для иммунитета вот тогда мы делаем прищипку там поднимется кустик еще стволик станет толстый и начинаем прищипывать наши цветочки можно прищипывать сразу когда делаете пикировку и подщипывать уже в стакане и давать только удобрения например потом сразу с одинаковой формулы например 20 20 20 но опять же пока растение маленькая надо давать в пол дозировочки лучше дать два раза понемножку чем один раз сразу много и прищипку как мы прищипываем платикадон спрашивали в комментариях сразу скажу он сколько он вырастет не важно когда мы отпикируем стаканы уже дадим кальциевую селитру мы вот прищипываем если вот это межузли короткая вот на примере как вот у этого цветочка вот то мы прищипываем как бы вот этот макушку ну а если вот это семидольный вот этот промежуток очень высокий то мы прищипку делаем под самым вот посуда по половинке я думаю видно понятно и оставляем две семидольники то есть вот отсюда два сразу пойдут побега из-под нижних семидолик то есть всегда заостряем внимание на том чтобы наш цветочек был приземистый если например вы обстрегнете вот у такого длинного растения саму макушечку и пойдут вот отсюда побеги вот пару штук а внизу то есть когда растение начинает развиваться носите подкормки и начинает все расти с верхней точки самую первую очередь пойдет с верхних точек растения расти ну а с под низу даже может и не тронуться то есть у нас получится как бы штамбик и пошел куст вот в таком случае мы всегда прищипываем то есть вот посуду это у нас из-под земли сразу пойдут побеги наши тоже надо смотреть чтобы листик оставались листики для фантасинтеза чтобы растение питалась дышала выбрасывала воду в общем питалась микроэлементами и макроэлементами то есть я думаю все понятно объяснил если у нас вот эта семидолька коротенькая то мы обстригаем макушку если вот это у нас длинная то мы не допускаем чтобы потом вот этот цветок был на штамбе мы прищипку делаем по нижней точке и тогда у нас вот оттуда начинаются свежие побеги но это мы делаем на всех цветах которые требуются прищипки которые вытягиваются кстати друзья оставлю ссылочку внизу под видео в описании как мы прищипываем наши цветочки уже в стакане там я все поподробнее показываю после пикировки можете посмотреть ну и оставлю заодно ссылочку как мы подкормливаем молодую рассаду и чем еще по вопросу можно ли прищипку делать на плоти гадони на в прошлом году мы пробовали то есть прищипывали даже пробовали земельку рядом воткнули и он даже укоренялся то есть на нашем опыте проверили что он спокойно переносит прищипку ну молодые мы растения прищипываем еще раз повторюсь редко ну а на ваших глазах сейчас вот сделаем эксперимент в будущем покажу вот эти два цветочка вот вытянутые вот этот мы прищипнем то есть макушечку вот убрали макушку ну а здесь прищипнем мы вот этот очень длинное межузли потому что в будущем из этого ничего не получится и посмотрим что у нас получится вот так вот оставлю а это попробуем укоренить ну все кому понравилось видео остаемся с нами пишите задавайте вопросы обязательно отвечу всем пока до новых встреч